Нарцисс. Мои внутренние инстинктивные правила, моя интуиция – это факт. Видео было опубликовано 19 апреля 2024 года. Ссылка на оригинальное видео в описании. Все сложные определения, а также их значения находятся в прикрепленном комментарии. Начинаем. Не у всех из нас есть смелость, но у всех нас есть инстинкт или же интуиция. Разница между здоровыми, нормальными людьми и между нарциссами, которые являются нездоровыми и ненормальными, заключается в том, что нарциссы воспринимают свою интуицию как нечто, пришедшее извне. Нарцисс воспринимает интуицию как нечто объективное, как факт, как что-то особенное, как часть ткани реальности. Поэтому нарцисс доверяет своей интуиции примерно так, как здоровые нормальные люди доверяют науке. Нарцисс считает себя непогрешимым, он никогда не ошибается и все воспринимает правильно. Он всегда прав, как еще одно существо, называемое попом. Нарцисс твердо убежден, что он всеведущ, что он знает все. И поскольку он всеведущ, ему не нужно приобретать какие-то знания или данные извне. Он считает, что все внутри него самого. Он своего рода как энциклопедия, состоящая из плоти и крови. Все включено по умолчанию в его сознание. Нет необходимости обращаться к внешнему, нет необходимости прибегать к знаниям других людей. Все, что касается нарцисса, исходит только из его внутренних знаний. Главное – это внутреннее, а не внешнее. Интуиция и конфабуляции – это и есть формы информации. Они объективны, нейтральны, научны и основаны на фактах. Когда нарцисс конфабулирует, пытается преодолеть пробелы в памяти при помощи выдуманных нарративов. Он сразу же начинает верить, что все эти выдумки реальны. Поэтому он яростно защищает свои конфабуляции или выдумки от любого вызова. Вот почему нарцисс отвергает любые доказательства, любые данные и любую информацию, которые являются противовесом, подрывают конфабуляции или бросают вызов грандиозности, самовосприятию и самооценке. Еще нарцисс придает тот же онтологический статус и своей интуиции, которая была пустым звуком. Цена слов – 10 долларов. Наделение онтологическим статусом означает, что нарцисс считает свою интуицию, относящейся к чему-то внешнему, а не ко внутреннему. Поэтому нарциссу не нужно ничего внешнего, ему не нужно окружение, не нужны другие люди, не нужно ничего изучать, не нужно ни во что инвестировать. Ему ничего этого не надо, он уже и так все знает. Еще одна проблема нарцисса заключается в неспособности воспринимать внешние объекты, в том числе и людей. Нарцисс превращает внешние объекты во внутренние. У него есть то, что я называю другими неудачниками. Он не способен воспринимать других людей отдельно. Нарцисс тут же превращает их в плоды своего воображения, делает их участниками своего нарратива, партнерами его общих фантазий, аватарами, внутренними голосами в его разуме и так далее. Это все всегда внутреннее, а не внешнее. Поэтому нарцисс не способен различать, не говоря уже о том, чтобы принимать информацию, поступающую из внешних источников. Потому что он не признает внешнее, не признает отдельность внешних объектов. У него нет способности учиться у других, потому что не существует никаких других. Конечно же, все это поддерживается и подкрепляется магическим мышлением. Нарцисс убеждает себя, считает себя богоподобным. А это и есть суть ложного я. Это божество, молох, который требует постоянных жертв. Нарциссическое жертвоприношение и жертвы других людей известны как нарциссический ресурс. Все это, конечно же, генерирует и порождает своего рода магическое мышление. Если вы богоподобны, значит вы являетесь создателем своей собственной вселенной. Ваши познания, эмоции, конфабуляции и прежде всего ваша интуиция являются реальными. Потому что именно вы являетесь создателем и источником реальности. Но не просто создателем и источником реальности, а единственным создателем и исключительным источником реальности. Это вы являетесь прародителем всех и всего вокруг вас. Поэтому все, что проходит вокруг, все, что приходит вам в голову, любой внутренний процесс немедленно воспринимается как внешний или объективированный. Другими словами, нарцисс экстернализирует свои внутренние процессы. Ирония заключается в том, что нарцисс воспринимает реальные внешние объекты как внутренние. И в то же время воспринимает многие внутренние процессы как основанные на фактах, реалистичные, определяющие саму реальность. Конечно же, это магическое мышление. И это также является базовым элементом, основным ингредиентом и компонентом психоза. Другое название – гиперрефлексия. Это одна из причин, по которой Отто Кернберг предположил, что пограничные люди и нарциссы, он считал, что это одно и то же, не очень далеки от психоза. По его мнению, они находятся на границе психоза и невроза, следовательно, они являются пограничными. Информация, приходящая извне, по мнению нарцисса, является подозрительной, потому что люди вовне глупые, а нарцисс – самый умный из всех. Нарциссы, мужчины или женщины, всегда превосходят других, всегда выше других людей. Другие люди хуже, они тупые, глупые, неграмотные, они такие и сякие. Другие люди не заслуживают доверия, как источники знаний и информации. Или другие люди злонамеренные, вступают в сговор против нарцисса, ненавидят его и завидуют ему. Конечно же, им нельзя доверять как источнику информации, источнику данных, суждений и знаний. Из-за того, что нарцисс делит все человечество на тех, кто ниже его, а это подавляющее большинство, и на тех, кто ненавидит, завидует, вступает в сговор против него, это меньшинство. Но тем не менее, получается так, что все человечество, по мнению нарцисса, вовлечено в эти двойные нарративы. По этой причине нарцисс не может доверять никому, как источнику информации или знаний. Он не может доверять даже таким вещам, как книги или энциклопедии. Потому что он всегда находится в состоянии параноидального мышления. Нарцисс всегда предполагает, что что-то упущено, что-то было скомпрометировано или все коррумпированы. Или все глупые и не понимают, что делает нарцисс. А нарцисс ставит себя в положение всевидящего, всепроницательного наблюдателя. Он подобен конечному наблюдателю, а конечный наблюдатель, естественно, это Бог. Бог создает Вселенную посредством наблюдения за всем. Основной принцип коппенгагенской интерпретации квантовой механики. Так как информация извне скомпрометированная, коррумпированная, злонамеренная и глупая, по мнению нарцисса, тогда нет никакого смысла в том, чтобы открывать себя для этой информации. Нет смысла обучаться чему-либо. Поэтому у нарцисса нет любопытства. Ему не интересны другие люди или их жизнь, за исключением тех случаев, когда другие люди могут помочь нарциссу достичь какой-то цели или послужить ему каким-то образом. Это, например, секс, ресурсы, садистические ресурсы, обеспечение нарциссической безопасности или оказание услуг. Нарцисс интересуется другими людьми только тогда, когда он может превратить их во внутренний объект, а затем использовать внутренний объект для участия в каком-то внутреннем процессе, например, в общей фантазии. В противном случае он совершенно не заинтересован в других людях. Нарцисс мог бы провести годы с предполагаемой лучшей подругой и никогда не удосужиться спросить, как твои дела, что происходит в твоей жизни. Нарцисс мог бы жениться на ком-то и совершенно не интересоваться местонахождением жены, ее друзьями, семьей и т.д. Любопытство отсутствует напрочь. Если целью нарцисса является полная изоляция интимного партнера от его социальной сети, тогда он, конечно, будет заинтересован в социальной сети партнера. Все ориентировано на цель. Любая полученная информация обычно используется для достижения чего-либо. Целью может быть превращение кого-либо в элемент художественной литературы, лишенной социальной жизни, что-то похожее на деградацию. В этом понимании все это является очень антисоциальным и напоминает психопатию. Я называю это ограниченным любопытством. Любопытство нарцисса пробуждается, возбуждается и запускается только тогда, когда есть цель. В противном случае оно дремлет или отсутствует. В нарциссизме нет обучения. У меня на канале есть несколько видео, посвященных этой проблеме. Я постараюсь их найти и оставить ссылки в описании. Нарциссы никогда не учатся по причинам, которые я только что упомянул. Им не нужно учиться. Они и так уже все знают. Поэтому все, что им нужно сделать, это заниматься комбинированием или перестановкой того, что они уже знают. Они занимаются выводами из силогизмов, играют в логические игры. Другое название – внутренняя риторика. Различные конструкции нарциссической личности находятся в диалоге друг с другом. И этот диалог проходит, когда нарцисс заинтересован в рамках научной теории, основанной на фактах и доказательствах. Он объективирует свои внутренние процессы, как я уже говорил. Итак, нарцисс верит, что его знания бесконечны и совершенно точны. Ведь он никогда не совершает ошибок и всегда прав. Нарцисс верит, что у него есть бесконечное знание, которое он может использовать. Он родился с этими знаниями. Однако, пытаясь каким-то образом справиться с окружающей средой, другими людьми, требованиями, с превратностями жизни, событиями или кризисом в попытке как-то выжить, нарцисс начинает комбинировать элементы своего якобы бесконечного знания, чтобы создать новое знание. Но все это является внутренним, там нет ничего внешнего. Нарцисс не сравнивает результаты своей интуиции, своих умозаключений, своих логических игр, своих силогизмов и своих выводов, основываясь на реальность. Он не позволяет реальности служить мерилом или проверкой своих внутренних результатов познания. Его познание является высшим и превосходит реальность. Эйнштейна однажды спросили, что если результаты эксперимента показывают то, что Солнце ведет себя не так, как вы предсказали. На что Эйнштейн ответил, в таком случае это проблема Солнца. Я не говорю, что Эйнштейн был нарциссом, хотя на самом деле он им был, но я просто хочу сказать, что именно так нарцисс и думает. Он считает, что если реальность не соответствует его выводам и умозаключению, тогда это проблема реальности, а не нарцисса. Проблема где-то вовне. Конечно же, это нарушение теста на реальность. Если вы считаете себя более высоким и авторитетным источником, чем Вселенная, факты, доказательства, наука и реальность, тогда вы не можете правильно судить или оценивать реальность. У вас нарушен тест на реальность. Вам приходится переформулировать все данные и всю информацию, чтобы они соответствовали вашим собственным когнитивным искажением и предубеждением для того, чтобы избежать диссонанса. Это то, что я называю внутренней предвзятостью подтверждения. Нарцисс не усваивает информацию извне. Он просто внутренне перестраивает реальность так, чтобы не было противоречий, взаимных исключений и диссонанса. Нарцисс знает лучше, он всегда прав и ему не нужно ничему учиться. Поэтому другие люди – это полная трата времени. Его ничего не интересует, кроме самого себя. Он не вкладывается ни во что, кроме своих собственных внутренних процессов. Он не развивает новые знания, за исключением случаев, когда эти знания основаны на том, что, по его мнению, он уже знает. Нарцисс считает себя всеобъемлющим и всепроникающим. Короче говоря, Богом! Лекция окончена. Благодарю всех за просмотр!